Лето не за горами и многие дачники уже сейчас начинают подготовку к сезону, чтобы сорвать грядки, свежую зелень или сварить ароматное варенье. Однако эту дачную идиллию может испортить незарегистрированный дом. Большинство откладывает оформление, избегая огромных очередей и горы бумажной волокиты. Популярные стереотипы рушит дачное амнистие. О порядке регистрации дома председателям СНТ напомнили на встрече в администрации муниципалитета. Для регистрации права собственности на построенный дом необходимо только право на земельный участок, наличие выписки из единого государственного реестра прав. Заполнена декларация, которую будет заполнить сам собственник, а может обратиться непосредственно в нашу организацию, мы поможем ее заполнить. И технический план, подготовленный кадастровым инженером. И этого пакета достаточно для того, чтобы подать документы в МФЦ и зарегистрировать, и поставить на кадастровый учет построенный дом. Дачная амнистия значительно упростила процедуру оформления документов. Ее популярность оценили и власти. Теперь, после продления сроков программы, ей можно воспользоваться до весны 2031 года. То, что там дачная амнистия продлена, это очень хорошо, потому что когда ее буквально период полгода не было, мы столкнулись с совершенно ужасной ситуацией, что действительно люди оказались в совершенно невозможном положении, они не могли никаким образом зарегистрировать свою недвижимость. И мы этот вопрос всячески продвигали, и хорошо, что он решился, и действительно дачная амнистия пока призвана. Всего на территории МЭТИЧ находится 94 СНТ. Председатели признаются, незарегистрированный дом – это головная боль не только дачников, но и бухгалтеров. Количество незарегистрированных объектов капитального строительства, по нашим данным, составляет 932 объекта. Ну, общая задолженность по вредной плате составляет 1 миллион 733 тысячи. Мы работой-то занимаемся, в том числе ведется претензионная исковая работа. Еще одна волнующая дачников тема – это тарифные изменения. Директор департамента недвижимости цифровой СНТ Федор Мезенцев отметил, что резкого роста цен не ожидается. Тарифы на электроэнергию и вывоз мусора будут меняться в соответствии с графиком. Тарифы на электроэнергию как были утверждены, так они остаются. Никаких всплесков по этому поводу не будет. Так же, как и на ввоз мусора. Поэтому, независимо от ставки реконсирования ЦБ, тарифы на электричество с 1 июля поменяются так, как было в прошлом году – до 4%. Помимо стоимости вывоза мусора, не менее важную роль играет и качество. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области в ближайшее время планируют проверить состояние контейнерных площадок в СНТ, а также наличие договоров с региональным оператором. К сожалению, на территории городского округа еще имеются некоммерческие объединения граждан, которые до сих пор не заключили такой договор. В этом году в обязательном порядке мы проведем контроль над зонами мероприятия в отношении данных объединений. Ну и сами думайте. Штрафные санкции предусматривают штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей за отсутствие договора. Сегодня все больше жителей ближайшего Подмосковья используют загородный дом в качестве основного жилья. А значит, проведение таких ресурсов, как свет, газ, вода на постоянной основе им жизненно необходимо. После старта программы «Социальная газификация» вопрос участия в ней дачников стал одним из самых популярных. По словам представителей Мособлгаза, СНТ в программы попадают. Но не все, а лишь те, которые находятся в границах муниципалитетов. Мы должны все с вами понимать, что это было направлено на благо каждого человека. И охватить сейчас каждый дом, ну просто финансово, у правительства нет возможности. И постепенно включают. То есть сейчас мы с вами знаем, наверное, слышали от соседей, которые живут в деревне, что в населенных пунктах, где уже были построены газопроводы, там подключают бесплатно. Строят маленькие отводники до домов, и люди пользуются газом. Узнать, входит ли ваше СНТ в программу «Социальная газификация» можно на сайте Мособлгаза или по телефону «Горячей линии». Алина Савож, Денис Корнев, Первый Матичинский.